Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai Accent 2006 года выпуска. Пробег на автомобиле 168 тысяч километров. Двигатель 1.5 механика. На этом автомобиле я сегодня заменю задние тормозные колодки. Здесь стоят барабанные колодки. Для этого я поднимаю автомобиль, снимаю оба колеса и снимаю тормозные барабаны. Снял задние колеса, здесь видно какая мохнатая коррозия летом. Наверное сниму, отдам от пескоструить и покрашу. Беру ударную отвертку, не знаю, саморез попробовал, он не откручивается. А так пошел быстро. Даже бить не надо, отошел. Выработка на барабане отсутствует. Нет выработки. В принципе даже и колодки еще не мертвые. Сейчас достану новые, посмотрю какой толщины новые колодки. Новые колодки фирмы Саншинг САН 046 идут. Да, заменю я их. Разница небольшая, но есть. И я еще не знаю, что с левой стороны, потому что шум шел с левой стороны. А сейчас разобрал первую, правую сторону, поэтому меняю. Немножко смою грязь, камеру отодвину. Ну, вот так вот. показывать не показываю это обычный очиститель тормозных систем но так как он контрафактный без перевода поэтому не скажу что любой очиститель тормозных систем моет хорошо испаряется быстро снимаю пружинку у меня вот такая для кота есть от и и 41 17 очень удобный крючок снимаю вот эти фиксаторы нажимаем пассатижами и поворачиваем придерживаем сзади палец они удобно нужны круглогубцы и также со второй стороны конечно удобнее это сделать если снять ступицу а что нам мешает а ничего нам не мешает снимем ступицу головка на 32 а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно. На шайбе срезало носик. Вот здесь подшипник нерегулируемый. Поэтому страшного ничего нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, горох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, отводим снизу колодку. Чуть-чуть ее так бы как бы сжимаем, чтобы пыльник не повредить. И убираем вот этот механизм целиком в сторону. Снизу отводим пружинку и выводим из оцепления бабушку с троса ручного тормоза. Для этого можно взять пружинку, отвести и зафиксировать изнутри. Я это делаю круглогубцами. Вот и все. Теперь перебираем этот механизм, устанавливаем также новые колодки и устанавливаем на место. Берем правую колодку и берем левую колодку. Снимаем трещотку, скручиваем ее. Входит она плавно. Здесь у нас получается прорезь больше идет на рычаг. С этой стороны прорезь, которая поменьше, идет под этот механизм. Снимаем трещотку, под вот и все теперь идем устанавливаем на автомобиль также берем ослабляем от оттягиваем пружинку на тросике вот И теперь вставляем штифты. И фиксируем колодки. Одну и точно так же вторую. И теперь вставляем штифты. Все, проворачиваем и устанавливаем нижнюю пружину. А не сюда, вот в эти треугольные прорези. Все, колодки стоят у нас на месте. Теперь протираем здесь и устанавливаем ступицу. Добавляем. 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 Маленько кирню. И закрываю крышку. Медной смазкой смажу ступицу. И устанавливаю тормозной барабан. Закручиваю фиксирующий болт. Замену задних тормозных колодок я сделал. Аналогичным образом меняем со второй стороны. Сейчас сниму барабан там. И посмотрю в каком состоянии колодка там. Потому что с левой стороны что-то скребло. Глянем сразу. Барабан так же легко снимается. А что тут скребло и непонятно. Износ равномерный с обоих сторон. Такой же как и там. Заменил я тоже с этой стороны колодки. Устанавливаю на место тормозной барабан. Закручиваю на место тормозной барабан. Уже рычагом ручного тормоза подведутся как надо. На этом замену задних тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова